Привет, мои хорошие! В этом видео будет коррекция ногтей, а также летний дизайн. Если вам это интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Ну вот, прошло три недели и вернулись вот эти ручки ко мне на коррекцию. В прошлый раз я моделировала эти ногти с нуля, в работе использовала арочные формы, а также материалы от торговой марки Adrian Nails. Как видите, ногти относились неплохо, правда на некоторых ногтях есть небольшие отслойки. Для меня это не стало новостью, ведь на этих ручках действительно иногда бывают отслойки, вне зависимости, какие материалы я использую. Причин может быть очень много. В данной ситуации я грешу на то, что ногти были очень длинные, и отслойки пошли на тех ногтях, которые чаще всего задействованы в работе. Клиентке захотелось каких-то изменений, поэтому мы решили укоротить немного длину и изменить форму ногтей. В последнее время под разными моими видео я читаю множество комментариев о пластыре на моем мизинце. Многие спрашивают, в чем секрет и зачем этот пластырь мне нужен. Те, кто уже долгое время на моем канале, знают причину появления этого пластыря на моем мизинце, а тем, кто на моем канале недавно, сейчас я все расскажу. В общем, никакого секрета нет, просто я любитель во время работы засунуть свой мизинец под фрезу. И обязательно посреди процесса у меня должно с руки сорвать перчатку и замотать ее. Хорошо, если все обойдется просто грохотом и легким испугом меня и клиентке. Но один раз у меня так замотала фрезой перчатку, что фреза попала по мизинцу и вырвала кусочек мяса и пошла кровь. После этой ситуации на моем мизинце теперь есть пластырь, особенно если у меня длинные ногти. Я знаю, что я не единственный такой счастливчик, у которого постоянно попадает мизинец под фрезу и заматывает перчатку. Поэтому, если у вас, не дай бог, тоже бывали такие ситуации, тогда берите пластырь в помощь и теперь больше проблем не будет. Ну а пока я вам рассказывала причину появления пластыря на мизинце, я сняла старый материал. Апельсиновой палочкой аккуратно отодвинула огрубевшую кожу. Затем фрезой пламя вычистила птеригий. Пилкой прошлась по поверхности ногтевой пластины. И сейчас шариком срезаю огрубевшую кожу. На аппарате включен форвард, скорость вращения насадки примерно 7000 оборотов. Дальше подготавливаю ногтевую пластину к нанесению твердых материалов. Изначально убираю остатки пыли, наношу дегидратор, а когда он уже полностью испарится, наношу бескислотный праймер. После того, как праймер немного подсох на воздухе, втирающими движениями наношу базовое покрытие. Использую самую обычную каучиковую базу от торговой марки Коди. Для сегодняшней коррекции я буду использовать Рубер Ассистент от торговой марки Ориджин Найл. Это жидкий гель, который самовыравнивается. Сначала наношу первый слой, можно сказать так, грунтую поверхность ногтя. Делаю это сразу на всех 10 ногтях и подсушиваю этот слой в лампе. После полимеризации первого слоя наношу второй. Также распределяю материал по всей ногтевой пластине. Эта подложка будет служить траекторией для растекания капли. Дальше на кисть набираю ту самую каплю и распределяю уже ее по всей ногтевой пластине. Если изначально материал не разровнялся так, как мне нужно, я обязательно переверну ручку клиентки и материал выровняется. После того, как гель высох в лампе, я переворачиваю ручку клиентки и тонкой керамической фрезой выпиливаю натуральный ноготь из-под твердого материала. Пилкой придаю ногтям форму. Также могу немного сузить боковушки, если они получились слишком широкие. Для того, чтобы мне легко было перекрыть ногти гель-лаком и гель-лак сейчас не скользил, я беру баф и прохожусь по поверхности ногтей. Вытираю лишнюю пыль и перекрываю ногти гель-лаком. Использую разные пастельные оттенки. Когда все ногти перекрыты уже цветом, гель-лак высох в лампе, я снимаю липкий слой и бафом прохожусь по поверхности ногтей. Заливаю в бочонок аэрографа белую краску и делаю напиление на кончиках. Краску для аэрографии нужно обязательно закрепить. Для этой цели я часто использую базу для гель-лака, которая при высыхании не дает желтый цвет. А так как клиентка захотела добавить немного мерцания на эти ногти, то я в базу домешиваю мелкие блестки и этой смесью уже перекрываю все ногти. После высыхания базы в лампе перекрываю все ногти топом без липкого слоя. И напоследок осталось очистить пальчики от лишней краски для аэрографии. Для этой цели я беру обычную салфетку, смачиваю ее в спирт и очень легко все вытираю. Вот такие нежные безешечки у нас сегодня получились. Нежные и воздушные ногти. Отличный вариант для лета. Если сегодняшнее видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Пишите в комментариях понравился ли вам такой дизайн. Ну а если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Впереди будет очень много интересного. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. До встречи в новом видео.